А перед началом поставь лайк, подпишись на канал, нажми на колокольчик, и тогда твои шансы на легендарку вырастут в два раза. Всем привет, ребят, с вами снова Флиппи, сегодня новый у нас ролик, новая реакция, сегодня мы будем реагировать на видос «Смешные моменты», короче, ссылочка на оригинал, я не знаю, что есть в описании, но кто хочет смотреть со мной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, ну, а мы приступаем, я думаю, что сегодня будет довольно интересно, потому что это новые смешные моменты, довольно, ну, относительно новые, вроде бы здесь есть про новый режим также. Так что поехали, смотри, что у нас здесь вообще будет. Так, ну, и мы начинаем с шоудауна. Ждем, что же здесь... Чувствую, Тикси честь очень жестко затащит, у него 1%. А, ребят, знаете, что еще понял? Офигеть. Окей, это будут топовые угарные моменты, потому что, помимо того, что здесь просто смешные моменты, здесь еще будет монтаж. Вот такие я люблю, на самом деле. Так, окей, парные столкновения, все, давайте, я понемногу вникаю в видос, потому что здесь все так быстро и динамично. Сейчас будет какое-то месиво, ребят, уже нагнетение такое идет. Пум, в русского блэтовцы попали. Кстати, я не помню, в каком-то видосике я видел подобную такую же темку, когда последняя пулька рикошета вот так вот прилетает. И тоже убивает, кстати говоря. Ну, это типичная вещь с бычарой. Он может хоть здесь вечно стоять, постоянно кто-то будет появляться и это... Никого нету и опять бык. Найс. Ну, меня это бесит на самом деле. Почему игра специально вот там спармит? Он убежал, окей. А, ну, блин, надо было, чтобы дальше, и смешнее было дальше, чтобы он остался фигачил. Что за тиль? Офигеть. Так можно было? Я даже не знал. Мне сейчас вырисовывается в голове новый режим, что можно было бы это как-то применить где-то. Что-то я тут не понял момент. Мортис бежит. А, ну, это совсем уже нужно, я не знаю, какую-то скиллуху иметь. Опять же, это лал ю, ребят, сто процентов. Больше это никто не может быть. Ну-ка. Ну, это я не знаю, это как будто читы какие-то. Это вообще, я не понимаю, как так можно сделать. Ребят, напишите в комментариях, кто у нас такой же скилловый, кто вот так вот умеет делать. Опа. 145 банок. Это уже новый режим, тейкдаун, как я понимаю, да? Что-то эту карту, кстати, не видел. Видимо, это игра с ботами. Ну-ка. Ну, это просто топ-пайпер. Есть же всего лишь одну тычку, а на все... Чего? О, я вот только сейчас заметил, у пайпер сколько? 40. 45 тысяч здоровья. Ну-ка. Это какой... Это уж совсем постанова какая-то. Такого быть не может, чтобы пайпер не попала. А, ну все. 63. Ребят, 63 тысячи. Это как? 63 тысячи здоровья. Представьте, в каком-нибудь шоу-дауне так можно было просформиться. Это просто, ребят, капец. Так, дикий запад какой-то. Вот чувствую сейчас как-то Шелли... Ну, Шелли всегда вот из таких ситуаций выходит спокойно. Бум. Она забирает эту хрень. Хелло, хелло, хелло. Ей даже ничего не пришлось сделать. Круто. Сам себя загасил. Точнее, они сами друг другу подставу сделали. Лучше бы они затемили здесь против этой Шели. Карл. Карл, тащи. Ну-ка, а эту Пэм? Вот с Пэмом, мне кажется, вряд ли он справится или... Блин, жесть. Вот почему... Вот почему у меня так никогда не получается? Вот все моменты, когда я тоже так амбициозно пытаюсь что-то сделать. Там, пойти затащить чисто в одиночку за Карла или еще что-то типа того. У меня никогда не выходит. Ну-ка. Четыре секунды. Три. Неужели? И вот уже хотя бы ничейка будет. Пайпер здесь затащит сто процентов, да? Ну, естественно. Меня почему-то удивляет, что до сих пор не было ни одного момента ни про Биби, ни про 8 бит, ничего такого. Странно, реально, даже странно. Какие-то новые необычные моменты. У таких я еще не видел. Обычно всякие 8 бит, Биби. Я не особо сейчас долго искал моменты. Я хотел просто посмотреть какой-то видосик. Но вот мне попался Джекей. Человек, который делает эти смешные моменты. Вот у него реально прикольные видосы. Ну-ка. Не, ну это вообще уже прям нарезка Мстителей каких-то Брауф Тарси. Такое вообще бывает реально очень редко. Вот я не понимаю, как они запечатляют эти моменты. Так, буетовцы. Заметьте, в каждой нарезке хотя бы несколько буетовцев существует. Присутствует. Ай. Нифига. Блин, я хочу, чтобы уже были, знаете, именно... Не такой, не под такую музыку моменты, а вот конкретные моменты крупные. А то я понял, он типа взял уже совсем мелкие моменты, тоже забавные, но... Оп. А вот можно вообще с... Я вот что-то не помню. За Леона можно бежать невидимым вместе с мечом? Эль Примчик красава просто. А, так это еще, ребят, я только что понял, что это довольно старые моменты, потому что здесь у Эль Прима скин другой. Хотя вроде бы видосы, ему всего лишь 4 дня где-то. И вроде бы я такой не видел, чтобы кто-то снимал. Так. Тара выживет. Тара не выжила, выжил ее тень. Ладно. Ну. Неужели сейчас выиграет Пайпер? Не говорите мне Пайпер. А нет, Пайпер... Блин, я думаю, выиграет Пайпер. Что-то я вообще... Я вообще не могу понять, что происходит. Все так быстро. Ну-ка. Опять блэтовцы тут воюют. Один хп, но вот это реально круто. О, это еще старого лунного года, блин. Точнее, не лунного года, а вот это вот. Праздник лунный какой-то. Еще эти моменты. Блин, я думал, что здесь прям будет самый новый протейкдаун, как написано в названии. Они тут есть, но их так мало. Видимо, реально еще ничего не успели. Ну-ка, кто победит? Офигеть. Роза. Блин, а вот за Розу. Не понимаю, как так нужно играть, чтобы за Розу именно... Осталось у тебя 1% добить. Офигеть. Так, видимо, все, уже полноценный момент какой-то сейчас будет. Неужели забьет? Ну-ка. Так. Почему? При ульте же, когда ты кидаешься... Не, прыгаешь с ультой? Это что такое? К предыдущему моменту, там же, когда с ультой прыгаешь... Это самое... У тебя мячик сразу же не берется. Как он так быстро мяч поймал и сразу же забил? Ну, здесь Бенни победит. Неужели победит? Офигеть. 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 Вот это реально неожиданный поворот. Я думал, сейчас либо Пенни, либо Пайпер, а там Бортис. Знаете, так в сторонке чисто стоит. Так, ну щас чё-то должно быть лютое. Иии... А, кстати, я вот сейчас посмотрел на Горона и я вспомнил, что есть такой момент очень популярный. Я его... Возможно, я запишу про это тоже смешные моменты в Brawl Stars. И там была такая тема, когда стоит Кольт... Стоит Кольт. Так, давайте я включу вам пока эту штуку. Короче... Чё запись? Видос идей. Короче, стоит Кольт, у которого 900 хп. И стоят два ворона. И они одновременно в него прыгают и прилетают так, что, короче, друг друга убивают. Вот... Кольт выживает и офигеть. Первое место занимает. Я, возможно, найду этот видосик. И тоже мы сделаем, ребят, на него реакцию. Но попозже. Потому что реакции не хочу очень часто делать. Потому что, ну, их очень сложно хорошие годы находить. Вот я посмотрел вот этот ролик. В принципе, начало здесь прям такое бурное, жесткое, крутое. А потом в середине что-то проседает и в конце интересный момент. Поэтому я не знаю. Если вам понравилась реакция, то ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Ждите новых реакций. И пишите также, кого мне посмотреть. Что мне еще сделать. Мне, в принципе, понравилось. Особенно первая половина ролика. Где еще немножко было про тейкдаун. Про эту пайпер. И я вообще офигеваю. А дальше какие-то маленькие были странные видосы. Ладно, все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok